Нашествие крыс в одной из рижских многоэтажек. Еще полгода назад грызуны оккупировали подъезды, мусоропроводы и подвал дома. Их периодически травят, но они появляются вновь. Что делать в такой ситуации в мире людей и животных, побывала Галина Сладовникова. Большая упитанная крыса, не особо стесняясь, перебегая дорогу и прячется в подвале дома. Еще одна пробежала прямо во время интервью. А потом и во время второго интервью. А вон, между прочим, одна побежала. Нашествие грызунов в этой рижском многоэтажке началось примерно полгода назад. Выброс мусора стал опасным мероприятием. Если открываешь эту дверь, тогда выбегает целое стадо от трех до восьми. Даже мужчины, я смотрю, что подходят, открывают дверь, подождут, пока крысы выбегают, и потом только бросают мусорник. Крысы шныряли туда-сюда по всему дому. Жители рассказывали, что крысы заходили на балкон и забирались в квартиры. Но в подвале они живут. Сейчас мусорные контейнеры выставлены на улицу. Много раз проходила диротизация. Крыс стало меньше, говорят жильцы. Но избавиться от них так и не удалось. Профилактически диротизацию Ригас Намупарол НИЭКС проводит раз в квартал. Но в этом доме крыс травят два раза в месяц. Жильцам за дополнительную диротизацию платить не надо, говорят в ОРНП. Ее делают по гарантии. Диротизация обычно дает хорошие результаты. За исключением, когда у грызунов есть база питания, как в этом конкретном случае. Кормят котов и остается еда. И поэтому диротизация, к сожалению, не такая успешная. К тому же крысы не находятся внутри, они снаружи. Мы засыпаем их норы, сделали бетонную заливку вокруг дома. Надеемся, что будет результат. На результат диротизации влияет и то, что используется яд, безопасный для людей и домашних животных, поясняют в ОРНП. Тем временем жильцы говорят, что крысы уже вырыли новые норы. Соседи, которые здесь живут, на первом этаже жаловались, что крысы пытаются попасть внутрь квартиры, а не слышат все звуки, которые издают крысы. Это ужасно. Чувствую, что сейчас они бесятся иногда, что есть нечего, что все-таки эти ходы тоже частично разрушены. Иногда ночью чувствую, что грызутся под полами, ищут новые проходы и так. Бороться с крысами очень трудно, говорит ассоциированный профессор кафедры зоологии Татьяна Заренко. Крыса вообще, она умная. Почему? Потому что она яд, разбросанную приманку, не будет есть сразу. Она сначала пробует немножко. И если это немножко вызвало у нее какую-то тошноту или неприятности какие-то там желудочные, то, естественно, она больше к этому корму не подойдет. К тому же приманку с ядом скорее съедят молодые крысы. Если, допустим, молодых животных, как более глупых, уничтожить, то вместо того, чтобы начать бояться, старые животные активизируют свое размножение. Это не значит, что надо отказаться от яда, но его необходимо менять и продолжать диротизацию, говорит профессор. Дополнительно замуровать все дырки в подвал. Если там живут и кошки, то для них сделать уличные домики. Кошачий запах подавляет половую активность крыс. И в подвале не должно быть никакого хлама и воды.